Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградовству и винодели. Зовут меня Светлана. На дворе 3 марта. Наконец-то я выбралась на наш участок. И сегодня маленькая экскурсия. Посмотрим, что происходит на нашем участке и на нашем винограднике. Весна в этом году пришла рано. Уже засветило солнышко. Хотя сегодня день такой прохладный. Но в предыдущие дни стояла хорошая теплая погода. Очень активно просыпаются тюльпаны. Хотя здесь теневое место. Активно опустились в рост примулы. Хотя это махровая. Я думала, что плохо перезимует. Но оказывается, что все хорошо. И даже вот такое мы обнаружили сегодня. Цветут анютины глазки. Вот и бутончики. И есть уже распустившиеся цветочки. Но весь виноградник у нас пока под укрытием. Смотрите, стал снег. Тут ходили какие-то звери. Мы будем надеяться, что с лозой все хорошо. В прошлом году у нас ситуация была примерно такая же. Вот и бутончики. Лозы остались целыми. Ну и чтобы далеко не ходить, вот здесь рядышком открыли. Видите? Все хорошо. Тут и то все целенькое. Хотя яма тут тоже нарыта. Но все в порядке и все спит. Вот заглянем еще куда-нибудь. Тоже здесь лозы лежат. Но здесь даже никто и не ходил, к счастью. И земля уже отмерзла. Но достаточно влажная. Сегодня я немножко рыхлила грядки. Так рыхлить тяжеловато. Потому что воды в почве пока что много. Что собираемся делать? На винограднике пока что не будем делать ничего. Вот он лежит под укрытием. И пусть лежит. У многих уже возникают вопросы. А не пора ли снимать? Вот первое солнышко поманило. Но на самом деле март очень обманчивый. Хотя прогнозируют раннюю весну. Но вот тепло поманило, поманило. Уже сегодня, как я сказала, похолодало. И в ближайшие недели полторы будет достаточно холодно. И дневные температуры, и ночные уже будут опускаться до минуса. Хотя последние несколько дней был плюс. Поэтому погода еще достаточно холодная. И пока что наше укрытие, оно, скажем так, работает как термос. Да, земля оттаяла, но все равно она еще достаточно холодная. И укрытие вот этот холод поддерживает. Пока для нас это хорошо. Потому что 3 марта на календаре еще очень-очень рано. Ну а дальше будем смотреть по погоде. Здесь нет каких-то четких сроков, что открываем вот тогда-то, тогда-то. И нет правильного открытия, что вот только так и никак иначе. Что бы мы ни делали, когда бы мы виноград не открыли, все зависит от погоды. Нам повезет, мы попадем в хорошую погоду. Да, и будет хорошо раннее открытие. Не повезет, да, придется потом накрывать. И наоборот, можно держать под укрытием до последнего. Но может уже случиться такая ситуация, как в прошлом. Как бы мы ни держали, да, у кого-то там в начале июня пришел заморозок. Ну вот так. Погода, она, к сожалению, непредсказуемая. И как мы будем в этом году действовать, пока мы не знаем. Будем смотреть на погоду, ориентироваться на то, как вот виноград будет просыпаться. Да, что он там себе будет планировать. Ну и тогда уже будем решать. Либо мы открываемся, либо мы еще ждем. А пока что спокойно отдыхаем. Вот ему некоторые огородные дела чуть-чуть поделали. Где-то грядочки я немножко порыхлила, потому что сорняки уже активно начинают расти. Вот я немножко им помешала. Ну а дальше будем смотреть по погоде. Еще у нас с осени осталась парочка саженцев, которых мы не успели высадить. И была мысль, может, на эти выходные как раз-таки заняться посадкой. Но от этой мысли мы отказались. По какой причине? Я уже говорила, что земля достаточно влажная, достаточно мокрая. И поэтому садить нам некомфортно. Тяжеловато копать, тяжеловато закапывать. Подождем, пока чуть-чуть еще подсохнет. И может быть следующие выходные, может через выходные. Будем смотреть, как мы будем приезжать, как нам будет удобно, как у нас будет свободное время. Тогда и высадим. Сейчас мы говорим о саженцах спящих. Прошлогодних, скажем так. Их можно высаживать в два срока. Можно высадить, когда земля уже оттаяла, но саженцы еще спящие. Вот хоть сейчас, да, кто-то даже зимой высаживает. Но, конечно, в таком случае нам надо будет смотреть, как они будут просыпаться. И если будет опасность заморозков, значит от этих заморозков защищать. Ну, либо второй вариант, держать их в подвалах до последнего. И когда уже пройдет опасность заморозков, тогда высаживать. Оба варианта будут правильные, оба варианта будут верные. Повторю еще раз. С погодой тут не угадаешь, как она пойдет по этому, как удобно. Так и делаем. На этом наш маленький обзор закончен. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok